Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Я очень рада вас приветствовать. И сегодня я хочу вам показать применение зубной пасты в быту. Надеюсь, что мои советы окажутся для вас полезными. Найти меня и пообщаться вы можете на моей страничке в Facebook, группе Одноклассники, ВКонтакте и также на странице Яндекс.Зен. Поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь. С помощью зубной пасты можно легко очистить кран и мойку на кухне. Для этого необходимо небольшое количество зубной пасты распределить при помощи зубной щетки. Нужно дать зубной пасте немного взаимодействовать с грязной поверхностью. Затем необходимо кран и мойку промыть при помощи обычной губки. После такой процедуры хромированные краны начинают блестеть. Мойка тоже становится чистой. Мне очень нравится этот способ. Друзья, обязательно попробуйте. Зубная паста великолепно удаляет неприятные запахи на кухне. Для этого нужно разделочную доску помыть всего лишь в одной капле зубной пасты. И неприятный запах лука, рыбы, чеснока навсегда удаляется с поверхности доски. Очень эффективно при помощи зубной пасты можно почистить подошву утюга. Необходимо небольшое количество зубной пасты распределить по теплому утюгу, затем прополоскать в чистой воде. Подошва становится чистой, блестящей. Мне кажется, даже мелкие царапинки на подошве утюга полируются. Поэтому, друзья, обязательно попробуйте. У меня есть на канале отдельное видео. Кто не видел, зайдите, посмотрите. Вот такой вот чистый, блестящий утюг. А это вам уже совет от моего супруга. При помощи зубной пасты он чистит автомобильные фары. Фары становятся чистыми, удаляются все замутнения. Нужно небольшое количество зубной пасты распределить по фаре. Немного почистить и затем протереть ее влажной тряпочкой. Фары становятся чистыми, блестящими. Согласитесь, очень хороший результат. Попробуйте при помощи зубной пасты почистить свои кеды, либо кроссовки. Прекрасно выбеливается и очищается подошва. Она становится белоснежной. Все трещинки прочищаются. Подошва как новая. Я всегда радуюсь результату. Чищу таки взрослую и детскую обувь. Тоже рекомендую обязательно воспользоваться советом. От запотевания плавательных очков, стекол, зеркал в ванной комнате вам также поможет зубная паста. Небольшое количество пасты необходимо распределить по стеклянному элементу, хорошенько натереть. Такой способ позволит вам не только спасти стекла от запотевания, но и великолепно их очистить. Зубная паста прекрасно помощник садоводам и огородникам. С помощью зубной пасты можно приготовить раствор, который будет надежно защищать от бабочек-капустниц. На своем огороде я уже делаю так очень и очень давно и всегда довольна результатом. Получается бюджетно, как я уже сказала, надежно и самое главное без химии. Зубную пасту можно использовать не только в быту, но и в косметологии. Она обладает антибактериальным эффектом, подсушивает прыщики, отбеливает кожу. Также если во время окраски волос вы случайно окрасили кожу головы, то зубная паста поможет решить эту проблему. Не менее хорошей помощницей зубная паста является в борьбе с трещинами пяток. Для этого необходимо 1 столовую ложку глицерина смешать с 1 столовой ложкой зубной пасты. Все хорошо перемешать. Полученную пасту распределить по стопам, одеть целлофановые пакеты, сверху теплые носочки. Оставить на ночь, а утром наслаждаться прекрасным результатом. Пяточки будут мягкие, гладкие. Очень-очень нежная бархатная кожа получается после использования зубной пасты. Поэтому, друзья, также настоятельно рекомендую попробовать этот совет. Ну а на этом, друзья, у меня сегодня все. Напишите в комментариях, какой из советов вам понравился больше всего. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Всем спасибо за просмотр. С вами была Марина Жукова. Скоро увидимся. Всем пока!